Слово Божье Иисус сказал о себе Я есть путь, истина и жизнь Нам не нужно сегодня искать многих путей Сегодня нам нужно только стать лишь на один путь Который Иисус сказал, что Я есть путь, истина и жизнь Сегодня люди ищут истину разную Они приходят и говорят Люди хотят изменить свою жизнь Люди хотят сделать ее лучше Люди верят в Бога где-то как-то по-своему Они говорят, я верю, но по-своему И знаете, они ищут, они в поиске Но часто бывают люди находят не всегда то, что им нужно И не всегда это является истиной Но, друзья мои, я хочу вам сказать Есть единственный путь к Богу Путь к тому, чтобы получить прибыль и благословение от Бога Этот путь есть Иисус Христос Только Он является открытой дверью на небо Только Он является открытой дверью к Богу Отцу Только Он является тем, кто силен спасти твою жизнь И может быть, ты уже верующий 20 лет даже, знаете Может, ты пришел, и для тебя это не актуально сегодня Ты думаешь, что я уже спасен Я тебе хочу сказать, тебе сегодня нужен Иисус так же И еще больше, чем вчера Поэтому сегодня Он является единственным путем к твоему благословению Но я хочу обратиться к тем, кто сегодня, может быть, впервые Или вы не впервые Но, может, вы приходите в церковь или ходили уже И вы верите, вы ищете Бога Но вы еще никогда не открыли свое сердце, чтобы отдать свою жизнь Христу Чтобы примириться с Ним Чтобы сказать, Господи, прости мне все грехи Ему не нужно говорить о всех твоих грехах, Он их знает Но Ему нужно твое сердце открытое Чтобы сегодня принять прощение грехов, спасение и дар в вечной жизни И Иисус Христос является тем, кто открывает праведный, правильный, спасительный путь Чтобы спасти свою душу, спасти себя от греха И примирить человека с Богом И можно сказать, а я никогда с ними ссорился Но Слово Божие говорит Грех отделил нас от Бога Всякий раз, когда ты согрешал Ты дальше и дальше удалялся от Бога И мы были мертвыми в наших грехах и преступлениях И знаете, сегодня люди часто ожидают чуда Когда же... Ну покажите, где ваш Бог? Когда лежит мертвый на похороне, Он говорит Ну воскресите Его Знаете, когда Бог говорит Скажи мертвому встань И ты скажешь, Он встанет Но часто люди ищут вот такого чуда Но вы знаете, в чем самое главное чудо? Самое главное чудо в том Что на самом деле Самый первый акт воскресения из мертвых Происходит в нашей жизни Тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа Как Господа и Спасителя Когда мы говорим Иисус, Ты мой Господь, прости мне все грехи Войди в мою жизнь, стань моим Господом В тот момент происходит настоящее чудо Наше воссоединение соприкосновения с Богом Потому что мы были мертвы во грехах и наших преступлениях Мы были мертвы для Бога И если бы мы умерли физически Мы бы пошли бы в ад на вечные мучения Но из-за того, что сегодня мы принимаем Иисуса Христа Как нашего Господа и Спасителя Господь открывает нам эту дверь Единственную дверь на небо И с нами происходит первый акт воскресения из мертвых Когда воскресает наш человек И освобождается от этого греховного состояния, образа жизни Поэтому мы сегодня можем жить с Богом и не грешить И если сегодня ты здесь, на этом месте Без ударных просто клавиш Если ты здесь, на этом месте Я хочу помолиться вместе с тобой Давайте мы поднимемся всем сейчас Если сегодня ты вот пришел в первый или не в первый раз Но ты еще не открыл свое сердце для Христа Настолько, чтобы жить с Ним Чтобы получить прощение грехов, спасение, дар вечной жизни Может ты когда-то каялся, но твоя жизнь не поменялась Я тебе хочу сказать Покаяние Это не молитва исповедания только лишь Покаяние – это когда твое сердце готово развернуться от твоей прошлой жизни Если ты на самом деле хочешь изменить свою жизнь То слово покаяние включает в себя то, что Бог поможет тебе Но тебе нужно принять решение Я не хочу жить прежней жизнью Поэтому если ты молился там Но знаешь, твоя жизнь не поменялась Ты по-прежнему продолжаешь грешить Идешь, живешь без Бога Я хочу тебе сказать Тебе сегодня нужно принять это решение Открыть свое сердце для Христа Примириться с Богом Помолиться этой молитвой Но принять решение Господи, помоги мне Я хочу жить другой Новой жизнью Которую ты предлагаешь мне Кто сегодня хочет помолиться этой молитвой Кто готов Я хочу с вами помолиться Поднимите вашу руку Я хочу помолиться вместе с вами Я вижу вас Кто еще, друзья мои Кто еще Кто еще нуждается во Христе Кто еще сегодня нуждается в покаянии В примирении с Богом В даре вечной жизни Кто еще нуждается Друзья мои Кто еще нуждается Поднимайте руку Поднимайте руку Вас я вижу Вас я знаю Кто еще Вижу вас слава богу кто еще друзья на кто еще нуждается иисус и у меня стучит твою жизнь слава богу я вижу тебя то еще нуждается в иисусе то еще хочет изменить свою жизнь навсегда чтобы бог стал богом его жизнь подними только свою руку сейчас знак того что ты хочешь быть с богом то еще друзьям кто не поднимал эту руку то еще друзья кто из тех кто еще никогда не осознавал и не понимал сегодня даю вам шанс возможность примириться с богом вижу вас слава господа слава богу друзья давайте мы сейчас помолимся все вместе откроем свое сердце для господа прямо там на месте где вы есть давайте мы склоним нашу голову если вместе попросим бога простить нас только внутри своего сердца примите решение на самом деле господи я хочу жить той другой новой жизни который ты мне предлагаешь чтобы он помог вам измениться ваше решение ваше желание оставить свои грехи пойти за бог давайте мы все вместе скажем дорогой небесный отец я прихожу к тебе сегодня веруя твоего сына и измениться иисуса христа который отдал свою жизнь за меня и пролил свою кровь ради моего спасения и прощения моих грехов я сегодня на этом месте принимаю решение жить без греха в новой жизни с тобой господь я прошу тебя иисус войди мою жизнь стань моим господом спаси мою душу и освободи меня от всякого греха от всякого зла от всякой болезни от всякого проклятия я принимаю твою жизнь я делаю выбор в пользу тебя я хочу чтобы ты господь открыл для меня эту дверь в небеса из этого дня помоги мне жить этой новой жизни с тобой и для тебя мой дорогой бог отец сын и дух святой аминь слава господу друзья слава господу что вы сделали на первый шаг я хотел бы чтобы мы сейчас я хочу помолиться за вас вот те кто сегодня впервые вот впервые вот приняли это решение вот по-настоящему всякие примириться с богом и я хочу помолиться за вас могли бы выйти сюда на несколько минут мы просто помолимся благословим вас чтобы ваша жизнь она полностью коренным образом изменилась чтобы господь пошел вашу жизнь и он мог менять вас преобразовывать не стесняйтесь проходите 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 не стесняйтесь слава господу слава господу молодежь когда подростки молодые ребята каются это очень сильно я хочу вам сказать это очень сильно потому что это настоящее благословенное это будущее благословенное друзья вот такие жалкие аплодисменты для господа что люди спасаются уже забыли вообще свой путь спасения ли что нам никогда нельзя быть жалкими в этот период нам нужно быть открытыми и еще больше жаждать чтобы другие люди были спасены поэтому дорогие друзья мы хотим помолиться благословить вас народа что вы сегодня приняли христа мы поздравляем вас вы поздравляете церковь этих людей это первый шаг первый шаг это начальный путь и не все сразу может быть получается как хотелось бы но поверьте когда вы приняли решение следовать за господом когда приняли решение жить так как бог говорит ваша жизнь она реально изменится можете повернуться посмотреть здесь где-то там 250 человек я не знаю сколько тут примерно находится вот знаете жизни всех этих людей меняется и преображаются всех разные судьбы были у всех были разные грехи какие-то были самые любимые какие-то не очень и все грешили понимаете но господь он избавил всех от грехов наших и он избавил тебя он уже избавил но тебе нужно просто принять это решение следовать за господом поэтому хотим благословить вас и потом на несколько минут попросим выйти у нас натальи после этой молитвы благословения хорошо вы выйдете и вернетесь потом сюда окей она хочет познакомиться вручить подарочек вам и мы хотим помолиться давайте церковь мы помолимся благословим этих дорогих людей дорогой отец небесный мы благодарим тебя за это чудесное время когда сегодня на этом месте сердца людей открываются и люди спасаются мы благодарим тебя что спасаются подростки спасаются дети молодежь господь слава тебе спасаются взрослые люди спасибо тебе иисус и мы прямо сейчас продолжаем твоего благословения в жизнь этих людей чтобы с этого дня сейши стала другой изменилась и преобразилась по могуществу твоей славы ту святой коснись их жизни и благослови пусть придет твой свобода и твоя истина воссияет в их жизни дай им твою силу чтобы сегодняшнего дня значит новый путь хождение с тобой перемены до твои да придут в жизнь этих дорогих людей мы благодарим тебя за них мы благословляем их господь и мы как церковь божия провозглашаем на их жизнь твое благословение благословение божье да пребывает над вашей жизнью духовно душевно физически материально финансово да открывается эта новая дверь божьего благословения всякое зло болезни немощи нищета да будет удалена по имя иисуса христа мы провозглашаем ту жизни на жизнь этих дорогих людей во имя отца и сына и святого духа аминь слава господу бог любит вас слава господу друзья мы вы знаете знаете почему мы но касаемся людей обнимаем людей потому что самом деле дух божий прикасается к ним знаете но бог хочет чтобы физически прикоснуться когда иисус был в теле здесь он всех касался всех нему касались но что от него исходила сил сейчас здесь помазание уже на этом месте и сила божья здесь бог пришел к этим людям в жизни и знаете он хочет чтобы и и и мы как люди прикасались поэтому знаете потом когда увидите этих людей сегодня этих ребят пожмите им руку обнимите и скажите как чудесно что ты сегодня принял решение следовать за господом и делайте это всегда договорились можно пол через вас хоть чтобы вы прикасались чтобы вы обнимали чтобы вы отдавали жизнь иисуса прикосновением любви знаете все нуждаются в объятии посмотрите на детей с самого рождения дети требуют объятий потому что мы нуждаемся в этом поэтому повернись кому-то еще обними кого-то рядом искры иисус очень сильно любит тебя